Мы уже не раз рассказывали об энергокризисе, который в экономическом плане отодвигает Европу назад. Она становится беднее, и это в большинстве своем результат конфликта на Украине, но не только. То же самое происходит здесь. Если в последнее время вы не проверяли цены на электричество, скажу, что во многих местах они просто вышли из-под контроля. И это не просто ваши ощущения, это реальность, вот цифры. С ноября 21 по ноябрь 22 цены на электричество, например, в городе Бостон, выросли более чем на 46%. На Гавайях более чем на 36%, в Майами на 35%, и это за один год. В Балтиморе на 24%, и речь идет о средних ценах, однако они варьируются в зависимости от погоды. При неблагоприятных погодных условиях цены в некоторых местах растут более чем на 6000%. Например, по данным Блумберг, цены на электроэнергию в Хьюстоне, Техас, в одном из крупнейших городов страны, которые находятся в совершенно энергетически независимом штате, выросли прямо перед Рождеством в 65 раз из-за зимнего шторма. Почему так происходит? Все очень просто. Возобновляемые источники энергии и люди, которые тратят миллиарды на пожертвования демократам. И вы вряд ли подумаете, что администрация Байдена заинтересована в исправлении этой ситуации. О, нет. Они хотят ее усугубить, поскольку этого хотят их спонсоры. Вот Камала Харрис. По мере того, как будут проходить дни, вы это увидите. Новую сеть зарядных станций для электромобилей, которая будет простираться от одного побережья до другого. Или новые ветровые турбины, или новейшие солнечные панели, которые сократят расходы на энергоресурсы и защитят нашу планету. Или наши водяные нагреватели в ваших домах, которые снизят как ваши расходы на электроэнергию, так и загрязнение. В заключение скажу, президент Джо Байден и я делаем это лучшее и более яркое будущее реальным. Что вам не следует делать, так это позволять группе невежд приходить к власти на очень подозрительных выборах и превращать страну, в которой вы выросли, в адскую дыру третьего мира. Но именно к этому мы сейчас движемся, и это не преувеличение. Взгляните на цифры. Если вас тревожат цены на электричество в Америке, у которой крупнейшие в мире добываемые запасы нефти, то все это происходит не случайно, а с определенной целью. Ссылка в описании.